здравствуйте друзья задается вопрос такой человек работает то есть он собирается учиться и совмещать работу с учебой вот он спрашивает как правильно выбрать учебное заведение а изучать он собирается он так не не определил какого программирование тире тестировали вот что такое айтишное собирается изучать параллельно с работой и вот он спрашивает как выбрать школу какие вопросы задавать чтобы не ошибиться и так далее я бы так сказал что есть несколько фундаментальных вещей и если в них запутаться тоже дальше неважно в какой школе там учиться и так далее тоже уже все равно ничего не получится из затеи значит фундаментальная вещь номер один состоит в том что кроме того что в школе учат в учебном заведении тебя учат есть очень важный момент еще более важные чем то что тебя учат это то что ты учишься и есть люди которые говорят вот если попасть вот там куда-то в какой-нибудь такое учебное заведение где вот как-то помимо тебя какие-то вопросы будут решаться ну вот допустим если я закончу там гарвард да то после гарварда у меня на всю жизнь будут хорошие связи у меня будет как бы много компаний которые хотели бы меня нанять чтобы я мог выбрать и так далее то есть скажем попав в учебное заведение с определенными фишками я я что-то такое получу не каждый человек закончивший гарвард в общем-то чего-то в жизни достиг хочу вам сказать больше того не каждый человек поступивший в гарвард закончил гарвард то есть помимо того что школа хорошая надо еще соответствует более того мы знаем как бы обратные примеры мы знаем что из самых заурядных обычных никаких совершенно учебных заведений выходили абсолютно там замечательные люди и добивавшиеся многого в жизни это не значит что я хочу поставить на одну доску плохие заведения и хорошие абсолютно нет и мы знаем статистику мы знаем что скажем среди тех ну элит что ли которые определяют лицо там страны и так далее доминируют выпускники очень небольшого количества университетов мы это тоже все знаем поэтому в данном случае в контексте вот того вопроса который был задан я хочу сказать что очень часто люди говорят вот куда пойти учиться так чтобы за меня что-то сделали фактически этот вопрос вот так ставится братья никуда нигде за тебя никто ничего не сделает ответ очень простой конечно есть школы где ты при том же усердие трудолюбие получишь больше это это несомненно но тот момент который я сейчас вот хотел бы принести это если у тебя не будет усердие трудолюбие этого способности и так далее ты ни в какой школе ничего не добьешься так что помочь помочь нельзя человеку который не пришел в ту точку по тебе он не может загрузиться в поезд если он на вокзал не пришел в эти поезд замечательный но ты должен прийти на вокзал сам поезд не такси он он домой не заезжает какие вопросы задать значит я несколько дней назад рассказывал про такую мульку что вот разным людям значит нужны в зависимости от того что это за люди три разных уровня помощи значит одним людям нужен регулировщик он играет идем в этом направлении он сам бежит ему его не нужно за руку вести он побежал есть люди которым нужен проводник они вместе вот так идут соответственно я данном случае все это проецирую на учебные заведения начались учебные заведения где вот так что такое наметили и вперед то есть там собираются уже студенты которым не нужно чтобы их за руку вели этот микроменеджмент им не нужно а есть люди которым нужно есть люди которым нужен контроль постоянный значит там контрольные работы экзамены тесты отчисления чтобы над страха вот этого вот занимался 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 и чтобы ему рассказывали каждую маленькую штучку прошу сама си не может сесть и разобраться и так далее и есть третий тип тоже массовый достаточно массы которого нужен носильщик который возьмет его отнесет куда-то значит в жизни носильщиков нет нету школ носильщик понимаете в частности никому не нужно тебя никуда носить то есть может быть ты имеешь так много денег что тебя могли бы даже донести но дело в том что тебя там тебя даже если туда донесут ты не сможешь я читал как-то статистику что вот там какой-то чудовищный процент я боюсь соврать 80 процентов людей которые выиграли большие миллионы в лотерею через пять лет 80 процентов из них были на вэлфере человек который не заработал денег не знает как сохранить деньги у него у него даже понятия нет как как быть деньгами он у него опыта нет он он не понимает казалось бы да вот вы наверное думаете холода было по меня там 50 миллионов я бы ими распорядился да нет спать то что в лотерею выигрывает человек не не может так вот значит если вы ищете носильщик это носильщиков природе нет есть жулики которые вам будут рассказывать какие они замечательные носильщики этого сколько хочешь пойдем у тебя туда отнесем и сюда посадим и ты будешь в шоколаде вот мы те тут еще кремом сверху значит помажем и тебе ничего делать не надо и так далее так далее безусловно есть как бы какие-то люди которые хотят это услышать всех остальных они скажут что жулики там еще чуть но ну как бы реалии таковы если мы в реальный мир попадаем то не нету носильщиков теперь еще один момент да я чтобы завершить предыдущую тему я хочу сказать что вы должны для себя определиться какого плана школа вам нужно вам нужна школа регулировщик вам нужна школа проводник вот эти два это типа реальных я как бы берутся остальное просто не существует значит дальше вы должны понимать людей которые создают школы людей которые преподают в школах и так далее значит они все в общем-то радостно делятся знаниями да то есть каждый педагог ему приятно что кто-то занимается ему можно там что-то рассказать он поймет будет доволен то есть обычно люди которые преподают им им нравится преподавать но это не всегда и если вы не были на уроке если вы не посмотрели на этого преподавателя как он работает и у вас не не было вот клика вот этого так вы к нему не ходить всякое учебное заведение которое вы рассматриваете должно дать вам возможность посидеть в классе я для этого видео вывешиваю чтобы не было там разговоров что вот там акцент у кого-ка еще там что-то вот тебе акцент вот тебе человек не нравится не ходи в онлайновом классе поскольку знать как люди далеко я их не вижу я их не знаю их там 80 человек группе собирается и как я им совет дам поэтому я ему ребята вот у вас три первых урока и значит денег не берем значит определитесь да если после третьего урока вы говорите я хочу остаться я пойду на четвертым году тогда заплатит об этом тишину и и давай а нет так и нет процентов может быть 20 не остается понимаете значит товар должен быть лицом не завернутый а лицом чтобы пощупать можно было примерить да как вы покупаете там я не знаю рубашку или там если костюм примерил перед зеркалом покрутился посмотрел нормально понес это тоже самое в классе посидел на видео если онлайн они же все вот онлайн и вы классный мир там все записаны вебинары то может быть не полностью но немножко вы видите вы слышите вы вы примеряете на себя и тогда значит люди которые создают школы в основном как бы школы это ну коммерческое предприятие если мы не говорим про государственным смысл которого чтобы удовлетворить потребность людей там в том чтобы они ну какие-то знания получали потребности образовательные у людей разные кто-то хочет получить формальная дигри там вот в наших условиях это было бы ассоцией дигри там бакалавр мастер пич диетом и так далее то есть есть люди которым конкретно нужен вот этот сертификат вот этот диплом вот это вот бумажечка там и так далее есть люди которые сами не знают чего хотят есть люди которые хотят работать по этой специальности но такое утилитарное образование простое вот как у нас между портнов компьютерского он приходит изучать тестирование только потому что вы хочет работу найти то есть у нас нет ни одного студенты который пришел просто ему учиться нравится например там или формальная какой-то сертификат формальную на наш сертификат ничего не стоит вот поэтому не стоит 5 центов я когда покупаю сам сертификат вот 5 центов бумажка стоит то есть они приходят чтобы работу получить большинство учебных заведений большинство учебных заведений вас не может отвезти на работу привести на работу большинство учебных заведений не не может вам дать даже интерншип практику производственную и так далее даже если как бы им положено по статусу это делать но вот все равно там это может получаться или не получаться это бывает сложно и так далее поэтому что тут скажешь значит вы вы должны реалистично оценивать учебное заведение в которое вы попали оно что-то дает а что-то не дает оно что-то может и что-то не может в большинстве случаев даже то что оно дает оно дает не каждому оно дает его по заслугам что ли да то есть мы должны сдать тесты вы должны соответствовать как бы пройти в ту категорию в которой вас будут рассматривать для того чтобы вам что-то дать но вот скажем в наших условиях это производственная практика интерншип вы должны учиться вы должны рассчитаться там материально вы должны сдать там несколько тестов там мог клиренс и так далее и я вам скажу что у нас есть люди которые все это прошли и потом он ходит на 10 интервью его не берут и никакая школа вам ничего не залечит понимаете в этом смысле но слава богу там мы как школа в состоянии послать на 10 интервью но я просто вам что рассказываю что но интервью надо пройти понимаете интервью надо пройти и если вы не можете его пройти ну и чего тогда и я вам другое скажу если например вы не знаете ответа на какой-то вопрос это просто один раз тебя спросили ты не знал ответа пошел позанимался второй раз спросили не знал ответа пошел позанимался после пяти интервью неважно это на практику на работу даже трудно себе представить чтобы человек уже не получил все вопросы которые он мог получить после пяти интервью нет незнакомых вопросов но дальше то что а если которых все равно не берут он вроде бы даже отвечает а его не берут а у него выражение лица такое а у него вообще внешний вид такой что думаешь ну его нафиг такого это же тоже жизнь понимаете и если например у вас проблема с тем что люди на вас смотрят я я извиняюсь не хочется никого лично там наезжать но но в принципе если люди на тебя смотрят их думают ну его нафиг ну и какая школа тебе поможет в реализации задачи нахождение работы эти вас могут даже научить если вы при этом еще учитесь хорошо и так далее хотя я вам скажу что люди которые хорошо учатся обычно они и выглядят привлекательно для других не не важно что он там какие у него черты лица но он как бы светится вот тем светом который привлекательный трудолюбивые добросовестные люди они обычно очень привлекают других людей у них у них как правило нет каких-то особых проблем скромные они или там нахальные там или еще какие-то если они попали на интервью то они нравятся я шире гораздо отвечают чем допустим вопрос был задан вот но так уж там еще был один аспект в этом вопросе какие вопросы задать когда ты приходишь в школу но поймете история значит когда вы приходите в школу и хотите задать вопросы вы должны спросить себя а верю ли я тому что они мне расскажут понимаете это может быть полуправдой может быть совсем неправдой зависит от того с кем вы разговариваете есть люди которые соврад глазом не моргнут но при этом очень доверительное такое общение с ними возникает и ты веришь тому что они говорят а есть такие что говорят правду ты думаешь вот ведь врет же все и так далее то есть это тоже непонятно какие вопросы задать ну во всяком случае вы можете посмотри послушать как они отвечают и у вас сложится впечатление насколько это например ну кажется вам что они по-честному значит вы можете спросить первое это какой процент тех кто начал учиться вот допустим первый урок вот они собрались какой процент людей заканчивает курс у нас называется играть гради ищу рейд значит 100 человек начали там 32 закончили это некоторая статистика которая может быть лично к вам не не относится уж так прямо но поскольку уточняющих деталей нет то вы как бы начинаете к себе прикладывать иметь и ой значит мои шансы что я вообще до конца дойдут а нас 30 процентов в соединенных штатах это все как вам сказать рапортуется официально это это является частью рекорда официального когда вот берна студент заключает контракт со школой там прикладывается эта статистика она она обязана быть в контракте человек должен знать так вот значит там graduation rate потом начинается а какой процент из тех кто graduate какой из них процент получил работу если смысл этих курсов то чтобы получить работу если вы пойдете в city college например и city college не имеет никакого отношения к тому чтобы люди получили работу брать он не для того существует чтобы люди получали работу это совершенно не их задача но если вы их спросите во первых они могут просто не знать во вторых а может быть я не знаю их статистики поэтому мне трудно судить значит они могут просто не знать кроме того они могут люди могут работать по абсолютно любой профессии и они могут включить это в свою статистику Потому что существенно, что он там, скажем, не на Велфере А вообще хоть как-то работает А не, допустим, то, что он по специальности полученный на этом курсе Он мог еще пять разных курсов брать Иди там разберись, какой курс Ну, в общем, вот всякие такие дела Поэтому, значит, итак, второй вопрос Это какой процент людей работает Хорошо Как давно они в бизнесе? То есть, если они в бизнесе, например Вот только начинают Вы можете ожидать, что они будут подешевле Чем те, которые уже с репутацией Про которые там много известно В общем, надо себя еще доказать Это другой товар, он стоит по-другому Если Вообще, вот, когда люди что-то такое говорят о себе У нас вот это, у нас вот то, вы говорите А можно как-то вот удостовериться Кроме конкретно слов, ну, вот что есть Я бы не воспринимал всерьез Всякие тестимонials, которые пишутся Там на веб-сайтах И Я не знаю, где их пишут На веб-сайте самой школы, например Могут быть там тестимонials хорошие Потому что плохие никто не повесит Первое Второе В общественных таких местах, где люди пишут тестимонials Там получается такая штука, что Обычно, когда человек успешный, ему говорят Ну, напиши вот Там, если тебе не сложно Напиши что-то Почему его просят написать? Потому что того, кто хочет гадость написать Просить не надо Он сам пишет Поэтому надо как-то компенсировать Надо научиться в тестимонials Отличать то, что люди пишут от души И то, что они пишут Потому что их попросили Надо отличать адекватные претензии От, допустим, абсолютного неадеквата Надо сказать, что среди претензий Очень часто Я бы сказал, доминирует неадекват Вот Но, опять, если для вас неадекват Это адекват, значит у вас проблема И ничего сделать нельзя И никакая школа не поможет И так далее Сложно В идеале вы, конечно, должны были бы Пользоваться Ну, то, что называется Referrals Рекомендации Тех людей, которым вы доверяете С другой стороны Вы можете доверять рекомендациям людей Которые ничего не понимают У меня Некоторые люди Которых я как-то воспринимал Раньше как адекватных И Реагировал на них На их рекомендации Как адекватные Значит, они там После пары-тройки Значит Странных действий Которые За этим следовали Я понял, что я не буду следовать Их рекомендациям Что они абсолютно неадекватные Хотя люди вроде нормальные И мне всегда казалось Что они там Какие-то такие Ну Разумные Нет, не обязательно Поэтому Но по-любому Вы чьим-то рекомендациям Доверяете Чьим-то не доверяете Это в значительной степени Характеризует вас Как человека Который доверяет Или не доверяет В общем Что тут сказать Мне советовали Когда я приехал на место И нет риска для жизни Развернуть камеру Давайте я разверну камеру на себя И в этот момент помолчу Друзья Я приехал на работу Развернул камеру Вот мы с вами Беседуем И я думаю Чего я действительно Такой простой вопрос Как выбрать учебное заведение Чего я его развернул В какую-то такую Трилогию Хождение по мукам Но, друзья Жизнь такая Такая жизнь Вот А в принципе, конечно По рефералам Самое правильное И вот Допустим у нас Спортноп компьютер скул В окошко Которое я сейчас заглядываю У нас 90% людей По рефералам И меня это очень радует При этом При всем Я могу сказать Что очень многие люди Которые к нам попадают Они Неправильных людей Послушали Или, скажем Те Зря им посоветовали Потому что Не надо им было приходить Потому что Они не соответствуют Не понимают Не хотят Как бы сказать Выполнять Ту часть работы Которую надо выполнять То есть Те, кто им реферал Этот давал Вот может быть им Главное мы не сказали Челму Надели А сковородки Не было Сели на Кнопки И укололись Понимаете? Так что Всякий бизнес Мечтает Мечтает о том Чтобы жить на рефералах Это Это мечта Ты не тратишь деньги На рекламу Ты Когда человек приходит И говорит Я от Васи Ты примерно знаешь А, Вася Люди Группируются По схожести В общем-то То есть Если Там есть тусовка Там 10 человек Вот у нас часто Так бывает Мы так всю тусовку Так одного за другим Вычерпываем И я могу сказать Они почти все Одного плана В смысле Ценностей Жизненных Вот таких Как бы Философских Нравственных Поэтому Ну В общем Хороший реферал Дорогого стоит А плохой реферал Он и есть плохой Так что Надо Надо отличать Вот Чьим советам следовать Чьим не следовать Надо понимать Что есть реальный мир И есть выдуманный И Носильщиков нету Есть Регулировщики Есть Проводники Их мало Проводников мало Потому что За те же деньги Там Значит Еще тащить Кого-то за шиворот У нас Знаете Вот сейчас Ситуация У нас есть люди Которые где-то Несколько месяцев Мы не знаем Где они Вот они там Закончили В феврале Март Апрель Май Июнь Вот 4 месяца Прошло И есть такие Которые неизвестно где То есть они не пришли Сдавать тест Они Значит Не там Им не сделали резюме На практику Они куда-то делись И вот мы их обзваниваем Мы Мы их обзваниваем Спрашивай Где ты Что ты Так ты может быть придешь Ты может быть тест сдашь Ты может быть на практику Хочешь Знаете Мы за ними гоняемся Понимаете То есть Мы как бы взяли на себя Функцию проводников Вот мы его взяли И И вот Значит Там Сопровождаем А он раз и смылся Понимаете Вот Поэтому К счастью Это не массовое Такое явление Но тем не менее Так вот Проводник Их мало Нас Проводников Мало Значит регулировщики Сколько хочешь Вот И Насильщики Их просто нет Их в природе нет Так что Такая вот история Я на этом заканчиваю Счастливо Ребят Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...